МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире 12-го канала Час новостей. В студии Юлия Комарова. И вот о чём мы сегодня расскажем. Опасная дорога домой. Пассажиры экстренно севшего самолёта в Новосибирской области с минуты на минуту прибудут в Омск. Сейчас только приходит осознание того, что могло бы случиться с нами. Но благодаря экипажу самолёта мы стали живы. Все подробности в прямом включении нашего корреспондента. Сроки сдвигаются, а тучи над подрядчиками сгущаются. Замена была собственника, потому что не вытягивает компания, которая взяла на себе построить дом. Мэр Омска раскритиковал строителей за срыв сроков сдачи домов и школ. Безвредное мороженое или сахар из микроорганизмов. Омску это, во-первых, даст мощный толчок развития биотехнологий, на которые сейчас делает ставки весь цивилизованный мир. Как новые разработки омских учёных помогут сделать вкусные продукты ещё и полезными для здоровья. На страже чистоты и порядка школьник. Я сначала конструировал машинки просто из фанерки, с лобзиком, с саморезиками всякими. А потом у меня появился 3D-принтер, поэтому я захотела научить моделировать. Восьмиклассник из Омска создал уникальный робот-уборщик. И продолжение победной серии не последовало. Сегодня думали, что в лёгкой крови, наверное, выиграем. Амур буквально разгромил авангард, что отправило ястребов в крутое пике. Новосибирск. Воздушного судна возникли технические неполадки. Пилотам пришлось садить его прямо в поле. Все последние подробности происшествия в материале Дениса Жаркова. А где мы примерно? Кто знает? Где примерно, далеко от Омска. Неважно где, главные живы пассажиры самолёта, выполнявшего рейсы с Сочи в Омск, покидают пшеничное поле, где пришлось экстренно сажать Airbus A320. Что пережили люди в те минуты, пока самолёт снижался, понятно по этой аудиозаписи. Плотно прижмитесь лбом в руках. Держите колени вместе, ступни в рось. По одной из версий, в полёте отказала гидравлика. В аэропорту назначения в нашем городе авиалайнер не смог бы приземлиться, выкатился бы за пределы полосы, поэтому пилоты взяли курс на Новосибирск, но не дотянули, не хватило топлива. В телеграм-каналах появилась расшифровка переговоров с диспетчером. На записи слышно, что лётчики предельно сконцентрированы на одной задаче – спасти людей. «Потеря гидравлики, сейчас зону ожидания выполним и далее я подскажу вам». «Рос-1383, про понял». «Рос-1383, принимаем решение на Новосибирск». «Рос-1383, вас понял, на Новосибирск». «Правым разворотом курс первоначально 0,30». В момент ЧП на борту находилось около 160 человек, в том числе больше 20 детей, а также члены экипажа. Все смогли покинуть лайнер самостоятельно по надувным трапам. По данным медиков, на месте помощь понадобилась только одному человеку. У него повысилось артериальное давление. Спасти жизни людей удалось командиру воздушного судна Сергею Белову и второму пилоту Эдуарду Семёнову. Известно, что отец Белова тоже был лётчиком и в 1989-м ценой своей жизни спас людей в авиакатастрофе. «Хочу выразить огромную благодарность пилотам и экипажу за то, что они нас спасли. Это какое-то чудо. Сейчас только приходит осознание того, что могло бы случиться с нами. Но благодаря экипажу, самолётам мы остались живы». «Они герои!» Героями назвал пилотов и глава Омской области Виталий Хаценко. Он сразу взял ситуацию на контроль и поручил профильным министрам и своим заместителям немедленно организовать работу по оказанию помощи пассажирам. Абсолютно точно. Пилоты экипажа настоящие герои смогли посадить самолёт прямо в поле. Что касается предпринимаемых мер, то я созвонился с главой Новосибирской области Андреем Травниковым. Спросил, какая нужна помощь, потому что в самолёте летели не только омичи, но и пассажиры из разных регионов. Пункты временного размещения для пассажиров рейса оборудовали в Убинском доме культуры. В первую очередь для людей организовали горячее питание. В уральских авиалиниях уже провели предварительный разбор полётов. По словам экспертов, у самолёта имеется три гидросистемы. При отказе пилот должен уйти на второй круг, быстро оценить риски и принять решение. В этом случае экипаж решил уходить на запасной аэродром в Новосибирск. И этот шаг руководство компании считает извешенным. Единственное, пилот не учёл расход топлива. В Омске полоса 2,500, в Новосибирске 3 километра. При отказе зелёной гидросистемы наблюдается некоторое отклонение в работе спойлеров, это тормозные щитки на самолёте, и закрылка. Поэтому посадочная дистанция может увеличиваться. К сожалению, очень сильный ветер, низкий эшелон, выпущенные створки, шасси, которые невозможно было убрать, увеличили расход топлива. Руководство компании считает произошедшее стандартной ситуацией. Противоположного мнения придерживаются в Следственном комитете, где возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки самолёта под Новосибирском по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Это уже не первая подобная история. В середине августа 2019-го на поле сел другой пассажирский лайнер уральских авиалиний. Он выполнял рейс Москва-Симферополь. Из-за проблем с двигателями, по данным авиакомпании, в них залетели птицы, пришлось садиться на кукурузное поле. На борту самолёта были 226 пассажиров. Некоторые получили травмы в результате жёсткой посадки, но все остались живы. Тогда уральские авиалинии выплатили пассажирам компенсацию за моральный ущерб. Получат её и те, кто сейчас летел из Сочи в Омск, но так и не долетел. Им перечислят по 100 тысяч рублей, как заявил гендиректор авиакомпании за испуг. Денис Жарков, 12 канал. Сейчас в Омске ожидают прибытия специального электропоезда с пассажирами самолёта «Сочи-Омск», который экстренно сел в полях Новосибирской области. На перроне же до вокзала собрались близкие, родственники тех, кто был на борту лайнера. Сейчас на месте работает и наша съёмочная группа. На прямой связи со студией моя коллега Анна Лукьянец. Аня, здравствуй. Скажи, уже известно, через сколько электричка приедет в Омск и какая сейчас царит обстановка? Здравствуй, Юля. Да, уже стало известно, что электричка прибудет буквально через 10 минут. Родственники потихоньку собираются. И мы сейчас находимся на перроне железнодорожного вокзала. Также здесь дежурит медицинская помощь, медицинская катастрофа. Скажите, пожалуйста, сколько у вас человек работает, какую помощь вы сможете оказать, по какому алгоритму собираетесь работать? У нас сейчас на данный момент в нашей бригаде 3 человека находятся. Также ещё за территорией ЖД вокзала находятся ещё 2 машины скорой помощи. Одна реанимационная бригада, одна бригада фельдшерская для оказания помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации. На случай, если таковая понадобится. Какую помощь мы можем оказать? Ну, скорую, неотложную первую помощь мы оказываем до госпитализации стационара. А что можете родственникам посоветовать? Может, к вам уже подходили, они как-то волнуются, переживают? Ну, родственники к нам ещё не подходили. Что мы им можем посоветовать? Только поддерживать своих родственников в такой непростой ситуации. Это очень шоковая ситуация для них, я считаю. Оставаться с ними рядом. Теплоподдержка. Если потребуется, конечно, когда они уже домой приедут, помощь, то, конечно, вызывать скорую помощь, если таковая, потребуется. А какие службы здесь ещё дежурят? Ну, насколько мне известно, ещё МЧС дежурит здесь служба. Также они находятся за зданием ЖД вокзала. Ну, всё, спасибо большое. Ну, мы будем держать ситуацию на контроле. Будем ждать, когда электричка с пассажирами прибудет сюда, на первый путь. И также выйдем в прямой эфир. Юля. Спасибо, Аня. На прямой связи со студией была Анна Лукьюнец. С минуты на минуту наша съёмочная группа ожидает прибытия электропоезда с пассажирами самолёта Сочи-Омск, который экстренно сел в полях Новосибирской области. И к другим темам. Сергей Шелест раскритиковал работу подрядчиков, которые занимаются строительством и ремонтом школ в городе, а также возведением жилья для переселенцев. В ходе рабочей поездки мэр посетил четыре площадки. Почти на каждой выявлен ряд проблем. Подрядчики не укладываются в сроки. Виной всему нехватка рабочих рук. Так, новую школу в микрорайоне и Серебряный берег отстраивают 160 человек. В то время, как нужно, не меньше 220. Ну а в школе номер три проводится капитальный ремонт. Строители ускорили темп работ, но до сих пор не могут наверстать упущенное. И тоже отстают от графика. Хуже всего ситуация с возведением многоэтажки на шестой станционной на 218 квартир. Туда должны переселить омечея из аварийного жилья. Сроки сдачи объекта срываются. Находим какой-то сейчас вариант решения, чтобы либо замена была собственника, потому что не вытягивает компания, которая взяла на себе построить дом. Также у нас еще вызывает опасения школа в Серебряном берегу. Также находим варианты, чтобы как-то усиливать строителей, возможно, нашими местными организациями. В сердце инноваций и научных достижений в Омском политехе открылась новая лаборатория в области биотехнологии. Оборудование одно из лучших за Уралом. Так студенты и ученые университета смогут проводить практические исследования на более высоком, качественном уровне. Созданные здесь инновационные открытия позволят выйти креативной экономике региона на новый уровень. Подробности в нашем сюжете. Елизавета Сахарова только начинает работать с новым оборудованием. Планирует создать здоровое мороженое. Вредный сахар в нем заменят специальные микроорганизмы. Вкус не изменится, а вот пользы прибавится. Этот у нас ферментер, он предназначен для выращивания микроорганизмов при заданных условиях. Система состоит из колбов, в которые наливается питательная среда. Она там стоит какое-то время, а потом в нее вносится инокулят, то есть подрощенный микроорганизм. А для поддержания необходимых условий используется сенсорная панель, на которую можно задать температуру, скорость вращения и содержание кислорода в среде. Появление такого оборудования, как ферментеры, позволяет нам более углубиться, позволяет нам сделать наши дипломы более значимыми. Помимо ферментеров, лаборатория оснащена микроскопами, шейкерами-инкубаторами для выращивания соединений, автоклавами и другим оборудованием, необходимым для проведения экспериментов полного цикла. От колбы до готового биотехнологического продукта. Также планируется получать новые компоненты пищи, технические вещества белковой и жировой природы с помощью микроорганизмов. Омску это, во-первых, даст мощный толчок развития биотехнологий, на которые сейчас делает ставки весь цивилизованный мир. Мы надеемся, что наши технологии воплотятся в будущее и помогут и в пищевой промышленности, фармацевтической, а также в технологиях очистки субстратов, которые так важны для промышленного города, как Омск. Новая лаборатория станет центром реализации совместных проектов академической и промышленной сфер, а также поможет внедрить новые технологии в учебный процесс. В ней студенты и ученые Омского политеха будут заниматься реализацией совместных проектов со специалистами инновационного центра. Для студентов это, в первую очередь, повышает их конкурентноспособность на рынке труда и, второе, получение практических навыков. Новая биотехнологическая лаборатория – одна из лучших в Сибири. В Омске открыта в рамках государственной программы «Приоритет-2030». ВУЗ и предприятия начали именно с научной составляющей. Дальше подготовка кадров по данному направлению, причем вовлечение студентов уже с первых курсов в текущую деятельность. К 2030 году в стране будет сформировано более сотни прогрессивных современных университетов, одним из которых станет ОМГТУ. Анастасия Вишова, Анна Лукинец и Сергей Пайхалов, 12 канал. Омск и Минск стали городами-побратимами. Наша делегация сейчас находится в столице Белоруссии, где и было подписано соответствующее соглашение. Отмечается, что это выводит на новый уровень десятилетний путь взаимодействия по самым разным направлениям и позволит открыть новые сферы для совместной работы. Так обсуждалась возможность участия белорусских подрядчиков в строительстве и капитальном ремонте социальных объектов в нашем городе. Есть заинтересованность создания в Омске комплексного сервисного центра по обслуживанию грузовых машин и тракторов, произведенных на минских предприятиях. Кроме того, речь на переговорах шла о создании торгового дома, который будет предлагать омечать белорусские товары, а также об обменных проектах в сфере образования, о совместных спортивных и культурных мероприятиях. В Омске стартовал осенний месячник благоустройства. Об этом сообщили в администрации города. Во всех округах пройдет серия средников и субботников. В первую очередь уборку проведут в парках, скверах, бульварах, пешеходных зонах и на набережных. Особый акцент сделают на озеленении. Высадят деревни и кустарники вдоль улиц. Интернациональная, Перелета, Коммунальная, Мельничная. На дублере улицы Лукашевича, улицы Кирова и других. Мероприятия по уборке будут проходить еженедельно до 8 октября. Ну а общегородской субботник назначен на 7 октября. В скором времени в уборке города могут помочь инженерные решения омского школьника. Восьмиклассник Георгий Герсименко конструирует роботов, которые в будущем будут очищать улицы от мусора, тем самым облегчая работу дворникам. Хорошее подспорье дает детский технопарк «Кванториум». Во всех начинаниях поддерживают и родители. Наша съемочная группа познакомилась с юным изобретателем. В оборудованной мастерской Георгий Герсименко проводит большую часть времени. Инженер с пеленок ни минуты не сидит без дела. В арсенале восьмиклассника десятки разработок и проектов. А начинал с простых деталей. Я сначала конструировала машинки просто из фанерки, с лобзиком, с саморезиками всякими. А потом у меня появился 3D-принтер. Поэтому я захотела научить моделировать. Благодаря современному оборудованию от идеи до реализации у юного разработчика уходит всего пару часов. Я в голове примерно накидываю, как должен быть робот, что там установлено, какие двигатели. А затем я перемещаюсь на бумажку, немного отрисовываю. И затем перемещаюсь в программу «Компас 3D» и начинаю моделировать. А дальше печать деталей и сборка. За процессом с гордостью наблюдает папа. Андрей Герасименко признается, сын сам начал проявлять интерес к технике. Даже пробовал сделать что-то свое, без инструкции и помощи. Как только сделает уроки, сразу начинает делать, вот что-нибудь начинает делать. Он не сидит без дела, не любит смотреть даже телек, берет, берет и начинает что-то делать. Я ему помогаю в этом. А этот робот еще в разработке, но скоро сможет выйти на городские улицы, чтобы облегчить нелегкую работу дворников. Изобретение юного мяча высоко оценивают федеральные эксперты. В международном конкурсе «Ученый будущего» он получил серебряную медаль и вышел в суперфинал. А для заявки на участие в пекинском конкурсе пришлось даже выучить несколько фраз на китайском языке. Записывал три фразы. Это «Я из России» и еще какие-то две. Но говорил на китайском. Было тяжеловато это сказать. Импровизированная доска почета уже не вмещает грамот, а достижения только прибавляются. Это был конкурс «Большие вызовы», который я в этом году проходил в «Сириусе». То есть я представлял свой проект по Зуму. Раскрыть свои навыки юному изобретателю помогают наставники. Уже три года Гоша занимается в детском технопарке «Кванториум». Здесь он и освоил 3D-моделирование с использованием современного оборудования. Мы все очень гордимся результатами Георгия. Во-первых, он очень вовлечен в этот процесс. И что я считаю очень важно, он обладает всесторонней поддержкой его инициатив. Занимается юный амич у Станислава Аллагулова. Гениальности своего ученика руководитель удивляется до сих пор. Гоша гениальный ребенок. Когда он пришел ко мне на хай-тек, мне задавал такие вопросы, я такой сижу. Гоша, я не знаю ответа на этот вопрос. Планы на будущее у юного изобретателя в буквальном смысле космические. Гоша хочет создать свою компанию по разработке роботов. Но сначала закончить школу с отличием. Наталья Змага, Анна Лукинец, Владислав Осинцев, 12 канал. И мы вновь возвращаемся к главной теме выпуска. Сейчас мы получаем первые кадры с поезда, в котором пассажиры экстренно севшего самолета в Новосибирской области. На прямой связи вновь моя коллега Анна Лукинец. Аня, расскажи, в каком настроении сейчас амичи возвращаются домой? Буквально минуту назад на перрон железнодорожного вокзала прибыла электричка с пассажирами самолета. Скорый бой, скажите, пожалуйста, какие были ваши эмоции? Ну, стресс был, конечно. Уже думали, что прощаемся с жизнью. А так все, летчики просто герои молодцы. В общем-то, сели. Мы даже не ожидали, что до такой степени будет посадка такая более-менее нормальная. Ну, принимали там все, как показывали, голову там прижимали и все, и колени. Ну, потом на надувных трапах выбегали там, выезжали, бежали, потому что задымление было небольшое. Ну, в общем, вот так вот. А так все нормально. Летчик-герой. Вот, стюарты тоже молодцы, очень хорошо сработали. Все показали, рассказали. Так что, вот. Живо-здорово. Ну, сами понимаете, стресс все-таки какой-то есть. А кому вы первому сказали, что вы уже приземлились, что вы живы, что все в порядке? Ой. Ну, наверное, я мужу позвонила, сказала. Ну, там уже как-то быстро это все распространилось. Уже начали сами звонить. Встретили нас сам хорошо в Новосибирской области. Накормили, напоили, отправили. Молодцы. Ну, так что все нормально. Все нормально. Самое главное, что я считаю, что живы и здоровы. Да, это правда. Вот сейчас здесь очень много людей. И я понимаю, что такая здесь обстановка сейчас царит. И поэтому в следующих выпусках мы будем уже общаться здесь с жителями. Следите за прямыми эфирами. Юля. Спасибо. На прямой связи со студией была моя коллега Анна Лукьянец. Но мы продолжаем выпуск. Новогодняя сказка начинается сегодня. Дед Мороз из Большеречия в составе омской делегации отправился представлять потенциал региона на международном форуме выставки по туризму. Он стартовал в Москве. Омская область в рамках реализации основных задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» представляет услуги и туристические продукты, актуальные в осенний-зимний сезон. В этот раз главной идеей оформления нашего стенда стал тренд «Регион впечатлений». Его реализуют с начала года. Отмечу, что кроме российских регионов в форуме принимают участие и зарубежные представители туристической отрасли – Кубы, Таиланда, Кипра, Китая и Венесуэлы. Ну а среди почетных гостей и спикеров – представители правительства России, Советы Федерации, Государственной Думы, а также отраслевых ассоциаций и корпораций. Форум продлится до 14 сентября. И вот какие материалы готовят мои коллеги к итоговому выпуску. Смотрите в 19.30. Из кабинета ректора на скамью подсудимых сегодня состоялось первое заседание по делу экс-руководителя Омского политеха Дмитрия Маевского. Дмитрий Маевский сам закончил ОМГТУ. В 2016 году он вернулся в альмаматор на должность первого проректора. В 2021 году был избран руководителем ВУЗа. По версии следствия, Дмитрий Маевский вместе с коллегами, взяв пример с предприимчивых студентов, скачали в интернете чужую научную работу и выдали ее за свою. Якобы за тщательное исследование получили внушительный гонорар – почти 2 миллиона рублей. Из-за чего Маевский с коллегами стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве. Что им грозит за списывание чужой работы и как они комментируют предъявленные обвинения. В 19.30 расскажет Анастасия Донец. Ястреб спикировал вниз. После трех побед подряд «Авангард» был разгромлен на своей площадке «Амуром» со счетом 1-5. Отмечу, что большую часть матча омская команда выиграла без двух ведущих игроков. Бушет травмировался уже на первой минуте, ну а чуть позже из-за повреждения перестал выходить на лед и телегин. Единственную шайбу о мячей забросил Владимир Ткачев. Сегодня «Авангарда» день отдыха, завтра работа над ошибками. Послезавтра матч с «Адмиралом» на G-Drive-арене, где надо реабилитироваться. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи.